Всем привет, с вами Дмитрий Калинин и я продолжаю подробный обзор Asus Zenfone 2. Первую часть, в которой я подробно рассказал о дизайне, дисплее, звуке, производительности и коммуникациях, вы можете посмотреть вот по этой подсказке или по ссылке в описании. Напоминаю, что у меня на обзоре Asus Zenfone 2 модель ZE550ML, которая в интернет-магазине BoomMarket стоит всего 14 тысяч рублей. И сегодня мы выясним, наконец, стоит ли этот смартфон своих денег или нет. Поехали! В Asus Zenfone 2 установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор на 3000 мАч. Учитывая, что у меня модель с HD-экраном и не самой топовой начинкой, заряда аккумулятора хватает на 1,5-2 дня обычного использования. При 4,5-5 часах активного экрана. Это пару звонков в SMS, в соцсети, YouTube, браузер. Ну и немного поснимать фото и послушать музыку. При этом у меня постоянно включен Wi-Fi и GPS. А яркость обычно выставлена на максимум, но всегда включена опция автояркость. Также я с самого первого дня отключил энергосбережение, опцию интеллектуального энергосбережения. Поэтому у меня смартфон, можно сказать, работает на полную. И мне кажется, что полтора дня это очень неплохой результат. Я думаю, что в топовой модели, у которой установлен Full HD дисплей и 4 гигабайта оперативки и более мощный процессор, показатели будут несколько ниже. Но в любом случае, на сутки использования Zenfone вам хватит за глаза. 3D-игры, такие как Real Racing 3, за час съедают около 28% заряда. Самый разряд у смартфона примерно 1% за 2-3 часа, если его не использовать. Но тут, я думаю, дело не в самой последней версии Android 5.0. И с обновлениями до новых версий этот показатель будет улучшаться. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Boost Master с помощью специального адаптера на 9 вольт, которого у меня в комплекте нет, так как он идет только с топовой моделью. Или его нужно приобретать отдельно. В этом режиме смартфон заряжается до 60% за полчаса, по заверению производителя. У меня же с обычным зарядником смартфон заряжается более 3-х часов. В смартфоне есть интеллектуальный режим энергосбережения, в котором можно выбрать режим экономии энергии, который продлевает время использования смартфона за счет отключения фоновых процессов. Этакий режим ультраэнергосбережения, посмотрите. Есть оптимизированный режим. Я его использовал совсем немного и не заметил никаких притормаживаний и не заметил никакого увеличения службы батареи. И есть настраиваемый режим, в котором можно указать, на сколько процентов включится вот тот первый ультрарежим сохранения энергии. Также здесь можно показать, насколько нужно уменьшить яркость и отключить различные приложения, которые используют пуш-уведомления. Но давайте посмотрим значение расхода батареи. Как вы видите, я использовал смартфон почти полтора дня, при этом у меня было 4,5 часа активного экрана. Я использовал YouTube, Twitter, смотрел Россия ТВ, пользовался браузером, снимал, ну и делал различные фильмы и так экспериментировал со смартфоном. Итак, полтора дня, 4,5 часа, вот подтверждается собственной статистикой. Смотрим следующий показатель. Смартфон проработал почти двое суток при 4,5 часа активного экрана. Что здесь я использовал? В основном я смотрел ролики на YouTube, опять же использовал Twitter, пользовался Google диском, проводил различные тесты. И здесь я слушал музыку в наушниках. Вот, 4,40. Смотрим дальше. Здесь я игрался понемногу, где-то включая по часу, по два режимы энергосбережения, и у меня появился вот такой показатель. Опять же, полтора дня использования смартфона при 5,5 часах активного экрана. Здесь я играл в Real Racing 3 в режиме сохранения энергии. Но опять же, пользовался Twitter, браузером, слушал музыку и много смотрел роликов на YouTube. Как вы видите, почти 5,5 часов. Ну что сказать, автономность Zenfone 2 очень неплохая. На сутки смартфона гарантированно хватает, даже с запасом. Время активного использования точно такое же, как и у всех современных флагманов. В Asus Zenfone 2 установлена широкоугольная фронтальная камера на 5 мегапикселей с возможностью масштабирования, посмотрите, и выбора экспозиции по тапу. Согласитесь, такое есть даже не у каждого современного флагмана. Фронтальная камера делает на редкость хорошие снимки при достаточном освещении как на улице, так и в помещении. Этой камеры вполне будет достаточно не только для разговоров в скайпе или хэнгаус, но и для селфи. Кстати, селфи можно сделать, нажав на клавишу громкости. Основная камера здесь на 13 мегапикселей, с автофокусом, диафрагмой f2.0 и двухцветной светодиодной вспышкой. Оптической стабилизации здесь нет, и это негативно отражается на съемке видео в движении. Есть, правда, возможность цифровой стабилизации изображения, но при этом видео нельзя снимать в Full HD. И запись идет рывками. Я решил сделать еще небольшую видеозаметочку. Я поставил на Asus Zenfone 2 галочку «Стабилизировать видео». К сожалению, видео автоматически перешло в качество 720p, просто HD. Full HD не снимается, и мне просто интересно, что я буду, например, ходить и крутиться. Видео основная камера снимает в ТВ, HD и Full HD разрешения. Новомодного 4К здесь нет. Автофокусировка при записи видео работает вполне адекватно. Экспозиция работает быстро и точно. Видео записывается со стереозвуком, с максимальной частотой кадров только лишь в 30 фпс. В процессе записи видео его можно ставить на паузу, а затем продолжить съемку. Слоу-моушен в камере нет, как нет и записи видео в 60 фпс. Качество записи видео и сравнение его с HTC Desire Eye вы можете посмотреть вот по этой подсказке. Интерфейс камеры, как и у большинства смартфонов, состоит из двух окон. Это основное окно и окно выбора режимов. Что мне очень понравилось, смартфон сам предлагает переключиться в нужный режим в зависимости от света. Вот здесь вот появляется значок рекомендации. В настройках можно выставить баланс белого, ISO, экспозицию, оптимизацию при низком освещении. Можно выставить разрешение камеры, при этом обратите внимание, соотношение сторон изменяется. Также есть стабилизация изображения. Качество изображения высокое и стандартное. Также можно выбрать различные режимы съемки, снимок одним касанием, автоспуск. Есть здесь серийная съемка, очень интересный режим турбо. Смартфон снимает как пулемет, смотрите. Вот он за секунду сделал 23 снимка. Можно выбрать сразу же 5 лучших снимков. Смотрим дальше. Есть различные режимы фокусировки. Это автофокус, постоянный автофокус и фокус на бесконечность. Режим замера, центрально взвешенный и средний. Можно отключить автоэкспозицию и распознавание лица. В настройках есть режим антимерцания, который очень хорошо помогает при съемке с люминесцентными лампами. В окне выбора режимов съемки по умолчанию выставлен режим авто. Но вы можете переключиться, например, в ручной режим, который здесь очень интересный. Я бы даже сказал, что он для профессионалов. Смотрите, с гистограммой и уровнем и множеством ручных настроек. Здесь можно настроить практически все. Экспозицию, ISO, баланс белого и выставить фокусировку. Я пробовал снимать в ручном режиме. Съемки получаются просто великолепные. Режим HDR доступен только для фото. Процесс съемки очень долгий и камеру нужно держать неподвижно для создания хороших снимков. Фото в режиме HDR мне в целом понравились. Режим улучшения портрета автоматически включается при переключении на фронтальную камеру. И тут есть замечательный таймер, который запускается просто с двигом влево. Есть также несколько режимов для селфи и режим улыбочка. В режиме суперразрешения с помощью цифровой обработки разрешение достигается до 51 мегапикселя. Этот режим очень хорош для съемки удаленных мелких объектов, вывесок деревьев, людей вдали. Камера может делать снимки почти в полной темноте. Для этого здесь есть режим слабое освещение и ночь. Есть несколько художественных режимов. Это глубина резкости, в которой размывается задний или передний фон можно настроить. Режим эффект, в котором можно прямо в процессе съемки наложить различные эффекты. Например, вот такие лепесточки. Есть режим миниатюра с размыванием изображения, панорама, анимация гиф, а также есть замедленная съемка, которая на самом деле является аналогом режима таймлапс. Можно выставить раз в сколько секунд будет делаться снимок и, например, снимать небо. Примерно через 2-3 часа у вас будет очень красивое видео. Как я уже говорил, режима slow motion в этом смартфоне нет. Режим перемотка неинтересен, так как максимальное разрешение в нем всего 2 мегапикселя. А вот режим интеллектуального удаления вполне может пригодиться, если вы в людных туристических местах. При съемке фотографий можно тапом по экрану настроить автофокус и экспозицию. Причем вы можете вручную регулировать ее. Это очень часто бывает полезно. Просто можно зафиксировать автофокус и отрегулировать экспозицию. Смотрите. Давайте посмотрим несколько фотографий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из минусов хочу отметить не самую быструю работу камеры, отсутствие голосового управления и шумы при недостаточном освещении. Плюсами данной камеры являются хорошая светочувствительность, отличный автоматический баланс белого и очень точная цветопередача. ASUS ZenFone 2 работает на операционной системе Android 5.0 с фирменной оболочкой ZenUI, в которой появилось множество дополнительных возможностей. Интерфейс простой и понятный, и проглядываются родные черты лолипоп, например, в части работы с уведомлениями. Вы заметили, что шторка уведомлений вызывается из любого места на экране. Не нужно тянуться вверх. Оболочка быстрая, нет никаких подлагиваний, всё работает плавно. Какого-то особого привыкания к ней не требуется. Просто берёшь в руки смартфон и работаешь. Мне, правда, не понравилось, что здесь предустановлено огромное количество ненужных ASUS-программ, подавляющее большинство из них какой-то хлам, и, к сожалению, не все программы можно удалить. Интерфейс можно по максимуму настроить под себя. Для этого достаточно сделать свайп вверх, и вызывается экран кастомизации, где вы можете установить приложения и виджеты на рабочие столы, поменять обои, набор иконок и шрифтов. Мне очень понравилась возможность изменения эффектов прокрутки. Посмотрите, сейчас прокручивается вот так. Перевыбираем какой-нибудь любой другой. Так, множество огромное. Мне это чем-то напомнило Cyanogen Mode. Можно загрузить и установить уже готовые темы. К сожалению, со смартфона создать собственную тему нельзя. Можно изменить цвет ярлыков и даже поменять шрифт. Смотрите, меняется цвет ярлыка, например, синий. Можно выбрать любой шрифт из списка. Очень понравились жесты. Помимо ставшего уже стандартом в смартфонах дабл-тапа для отключения и пробуждения экрана, здесь есть множество жестов на экране блокировки. Вы можете выбрать любое приложение и настроить его на любой жест. Пожалуй, самые необходимые жесты – это фонарик, калькулятор и запуск фото. Посмотрите, как это работает. Например, запускаем фонарик. Или запускаем камеру. Ну и давайте покажу еще, например, как запускается калькулятор. Интересный режим «Изи», в котором упрощается интерфейс, и вы можете настроить только нужные вам приложения, либо установить нужные вам контакты. Чтобы выйти из этого режима, нужно нажать «Настройки», режим «Изи» и отключить его. Интересное окно «Списка последних запущенных задач». Как вы видите, оно очень похоже на Лэйпоп, но есть дополнительное удобство. Например, можно сразу перейти в «Последние запущенные работающие приложения». Либо можно закрепить нужный вам экран. Или можно закрыть сразу все приложения. Замечательная возможность в индивидуальных настройках, что приложение можно устанавливать на внешний накопитель, если это, конечно, разрешено самим приложением. Есть возможность добавления нового пользователя, или вы можете добавить гостя. Также предустановлена программа «Детский режим», в которой можно показывать только нужные приложения, а также настроить правила входящих вызовов, и вы можете без опаски дать смартфон ребенку, и он ничего случайно не удалит, и никуда позвонить не сможет. Панель быстрых настроек вы также можете полностью настроить под себя. В списке установленных программ вы можете задать размер сетки, отключить или скрыть различные приложения, также заблокировать приложение. И есть очень интересный режим «Интеллектуальная папка», в котором все иконки раскладываются по папкам, и им даются наименования. В ZenFone 2 удобные клавиатуры. Здесь есть свайп и голосовой набор. К сожалению, здесь нет смайликов. Хочу отметить работу приложений «Доктор Сейфити» и «Клинмастер», которые здесь интегрированы в оболочку и защищают смартфон от вирусов и лишнего мусора. Обновления фирменных приложений вынесены в отдельный пункт меню. Здесь собраны все приложения Asus. А обновления системы вынесены в отдельное приложение. И вы можете проверить обновление. Двойной тап по кнопке «Домой» вызывает режим работы одной рукой, а долгое нажатие на кнопку «Списка последних запущенных задач» делает скриншот. Чтобы сделать полный сброс смартфона, нужно ввести рандомную цифру. Это защита от необдуманных поступков. И такое есть не в каждом смартфоне. Функция «What's Next» – это такой упрощенный блинкфит, ну или органайзер. В галерее есть очень интересная функция, которая называется «Мини-Мув». Это такая упрощенная «Зоя». Я бы даже сказал, она в чем-то лучше. Это как классическая «Зоя», которая была на HTC One M7. Из фото, снятых вами, делается мини-фильм. Если подытожить, ZenUI – одна из лучших оболочек под Android. С множеством настроек, плавная, удобная и быстрая. За все время пользования смартфоном, а это почти две недели, он ни разу не завис и не перезагрузился. И я даже не видел вылетов или ошибок в приложении. Официальные продажи Asus Zenfone 2 в России начнутся 21 мая. Но уже сегодня вы можете купить его в интернет-магазине BoomMarket. Топовый, с 4 гигабайтами оперативной памяти, мощным процессором, 5,5-дюймовым Full HD дисплеем, 64 гигабайтами встроенной памяти, в интернет-магазине BoomMarket стоит 25 тысяч рублей. А с 32 гигабайтами всего 18 тысяч рублей. И я скажу, что вот за такую цену стоит купить топовую версию однозначно. Средняя модель, как у меня, с 2 гигабайтами Asus, 5,5-дюймовым HD дисплеем стоит 14 тысяч рублей. И если чтение мелких шрифтов для вас не самое главное, то смело покупайте именно эту версию. И младшая, уменьшенная модель с 5-дюймовым экраном и 8 гигабайтами памяти стоит всего 11 тысяч рублей, но я бы ее не взял. За эти деньги можно найти китайца с характеристиками и получше. Если вы меня спросите, а какую модель я взял бы себе, я однозначно отвечу. Топовый, но с 2 гигабайтами Asus и с 32 гигабайтами встроенной памяти. 64 абсолютно не нужно, так как память здесь можно расширить карточками памяти microSD до 64 гигабайт. Asus Zenfone 2 меня удивил. Признаюсь честно, я скептически относился к этому смартфону, и уж точно я не ставил его в разряд флагманов. Не скажу, что дизайн мне понравился, но смартфон хорошо лежит в руке, хотя с кнопками тайваньцы явно перемудрили. Дисплей здесь отличный, с настраиваемой цветопередачей, в меру яркий. Приятная кастомизируемая оболочка Zen UI и Android 5.0 позволяют смартфону работать плавно, без тормозов. Фронтальные и основные камеры позволяют делать хорошие снимки, а аккумулятора хватает гарантированно на сутки полтора активной работы. Кому будет важно, что смартфон оснащён двумя раздельными радиомодулями, соответственно, с двумя сим-картами, которые могут работать одновременно. Из явных минусов этого фаблета я могу выделить разве что очень маркую заднюю крышку, которая к тому же ещё и скрипит. Не самое высокое качество звука через мультимедийный динамик, и не самое лучшее качество видео. Сейчас, когда стоимость топовых смартфонов исчисляется в 40, а то и 50 тысяч рублей, Asus Zenfone 2 можно смело назвать флагманом по разумной цене. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю это видео. Не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, читайте мою ленту в Твиттере и присоединяйтесь в новую группу ВКонтакте. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот смартфон или нет. А на сегодня всё, с вами был Дмитрий Калинин, до скорых встреч, друзья!